Я не верю, что наконец-таки мы здесь. О божечки. Я сердце оставлю своё на Килиманджаро средь тёплых, надёжных, таинственных скал. Строки из песни Юрия Висбора стали реальностью жителей Одинцовского округа. Осман Дилибаш и Сергей Гурьев покорили гору Килиманджаро, пику Хуру, высота которого достигает 5895 метров. И в этом сезоне мы первые россияне, кто поднял российский флаг на высочайшую вершину Африки. Также передаём привет нашему городу Кубинка и всему Одинцовскому району. Семь дней они провели на горе. Это нелегко, ведь у альпинистов проходила акклиматизация, рассказывает организатор восхождения Осман. Но ещё тяжелее было в самом начале, когда идея покорить Килиманджаро только возникла в голове. Ведь удовольствие не из дешёвых. Лишь на двоих они потратили 700 тысяч рублей. Это восхождение я хочу посвятить себе. Почему? Потому что для меня оно началось 17 ноября, когда я начала заниматься организацией этого большого путешествия. Мне пришлось работать на семи работах. Мне пришлось преодолеть, избавиться от аэрофобии, от тяжелейшей её стадии. Мне пришлось много тренироваться, чтобы зайти на эту вершину. Это уже не первое восхождение пары. До этого было много других. Самые запоминающиеся Эльбрус и Казбек. Это был рекорд. Эльбрус и Казбек с северной стороны за 8 дней. То есть две вершины в рамках 8 дней. То есть это дикий маршрут, где не предусмотрены условия типа ратраков, канатки. То есть это всё на своей спине. Рюкзаки под 30-40 килограмм у нас получалось где-то. Непредаваемые ощущения. Ведь мечта, которая когда-то считалась недосягаемой, стала реальностью. Реальностью одинцовских альпинистов. Эмилия Рыклян, телекомпания «Динцова».